У Троузба практически в каждом романе есть сцена охоты. Он сам был большой любитель этого дела и это описывал. Это должно было быть, я думаю, близко Толстому, потому что это, конечно, очень похоже на какой-нибудь там охоту Ростовых в войне и мире. Вся вот эта атмосфера, так сказать, серьезного мужского дела, которая одновременно все-таки не совсем всерьез. Вот этот вот мир лошадей и лошадников, их знатоков, те, кто знают, какая лошадь как себя поведет, Жакеев, Дейжачих. Вот этот вот ростовский, значит, слуга, ответственный за охоту, который там посылает по матери своего барина за то, что тот упустил Зайца, да, если мы помним этот момент в войне и мире, вот этот вот слом иерархических отношений на вольном воздухе этого самого отъезжего поля, это все очень характерно не только для России, как выясняется, но и для Британии тоже. В чем отличие? Британская охота, это в основном охота на лесу, не на волка, не на зайца. Волков они, видимо, повывели еще вскоре после нормандского вторжения, а зайцами, очевидно, не интересовались. Это охота исключительно псовая, никаких ружей там нет, то есть это не надо себе представлять Тургеневского, охотника, который ходит с одной собакой, там, и на реке Пиль. Это конные люди, охотники, это сбор на некой общей площадке, на которой приезжают дамы в каретах на то, чтобы посмотреть. Обязательный персонаж – это какая-нибудь вот леди-лошадница, которая ездит не хуже мужчины, значит, вот, собственно говоря, поражает всех своей смелостью, знает все нужные слова и термины. Вот это вот такой персонаж комический немножко, но при этом окисываемый и с сочувствием. В одном из романов Тролупа героиня, такая, значит, выскочка, удачно вышедшая замуж и рано отдалевшая, она решает тоже приобщиться к классическим развлечениям, покупает себе лошадь, это все ужасно дорого, лошадь, упоришь, нужен специальный человек, нужно куда-то их ставить, потом их кормить. Она выясняет, что это все, оказывается, стоит жутких денег, ну и вот очень хочется, у нее есть красивая амазонка, шляпа, все как положено. И накануне того, как у нее должен состояться ее первый выезд, она все думает, боже мой, а вот если сейчас я с лошади упаду и выбью себе передние зубы, а вообще, если я сломаю шею, типа, за мои же деньги, зачем я это все делаю, очень страшно ей. Но, тем не менее, собирая свое множество в кулак, она все-таки там едет и с ней ничего плохого не случается. Британская охота дело довольно опасное. Почему? Потому что это скачки по пересеченной местности, пересеченные чем? Оврагами, специально вырытыми канавами, которые разделяют фермерские участки один от другого. И вот эти вот хеджес, кусты, кустарниковые такие, загородки, как это сказать, заборы, не заборы. Ну, в общем, специально высаженные кусты, которые тоже отделяют эти самые участки друг от друга. Через них надо перепрыгивать. Очень много разговоров по поводу того, что вот есть лошадь, которая может перепрыгнуть, есть та, которая не может. То, что описано в сцене скачек Ванни Карениной, всадник сломал лошади спину, все это там происходит. Только обычно еще делается так, значит, лошадь упала, придавила собой кого-то. В одном романе таким образом погибает один из второстепенных персонажей, а лошадь копытом разбивает ему голову. С главными героями так не поступают, но им обычно автор милосердный роман ломает пару робер, дальше их относят в ближайший барский дом. Там, собственно, вот это вот происходит хождение неслышными шагами по комнате с очевидными романтическими последствиями. То есть это популярный способ продвижения сюжета. Что касается, кстати говоря, классового аспекта всех этих замечательных барских развлечений. Это, конечно, дорогое, еще раз повторю, и аристократическое занятие, при этом совершенно бессмысленное, в том смысле, что эту лису потом нельзя ни не съесть, ничего с ней нельзя сделать. Даже, насколько я понимаю, никакой шкуры с нее не снимают. У нее отрезают хвост. Этот хвост – это добыча того, кто ее, собственно говоря, загнал. И предмет ужасных совершенно вожделений. А лис этих берегут. Есть специальные места, они называются коверц, где нельзя вообще ходить и нельзя ничего выращивать. Потому что там эти лисы гнездятся и выращивают своих щенков. А страшный вообще такой вот сюжет, часто повторяющийся, это то, что кто-то потравил лис, разбросал я. А кто это делает? А это есть обязательно какой-нибудь злобный фермер, который говорит, они у меня передушили все гуси. Или там, индей, кого у него передушили, вам, типа того, что барон развлечения, а мне убыток и слезы. Ему обычно главный местный феодал компенсирует эти все убытки. У Тролопии есть роман «Американский сенатор», в котором, собственно, американский сенатор приезжает в Англию с целью посмотреть, как там обстоят дела и поражаются абсурдности, отсталости и вообще нерациональности британских учреждений. В частности, он вступается за одного такого фермера, которого обвиняют в том, что он потравил, не просто, значит, лис он потравил, а еще его отраву съела охотничья собака, и это вообще страшная беда. А сенатор американский думает, что тут речет о том, что вот есть бедный человек, а есть, значит, местный герцог, которому, собственно, принадлежат все эти земли. И вот Дарайка он сейчас поддержит слабого и угнетенного пролетария против угнетателя-аристотрата. Потом выясняется, что его угнетенный пролетарий, конечно, просто шантажист, он хочет денег, и, в общем, все знают, что и гусит у них никаких нет, хозяйство у него не идет, потому что он ленивый, пьяница. Ну, в общем, тоже такая вполне толстовская коллизия, как в повести «Утром помещика», когда то, что тебе кажется таким очевидным, какой-нибудь лежащим на поверхности несправедливостью, или каким-нибудь таким бедой, которую легко исправить, потом выясняется, что ничего подобного, что все не так просто. Что за этим скрываются там многолетние сложные отношения людей, и если ты влезешь туда со стороны, то лучше ты не сделаешь, а только сам еще и опозоришься. В общем, этот сенатор идет-таки в суд, его подопечный, естественно, его на полдороги бросает, взяв деньги у своего богатого соседа. Вообще, эти самые фермеры, через поля которых, собственно, скачет вся эта замечательная кавалькада, они тоже в этом могут участвовать, то есть они тоже охотятся. У них там есть какая-нибудь обычная лохматая лошадка или пони, они, значит, вот тоже едут вместе со всеми. Это для них является компенсацией за то, что их там немножко потопшит, видимо, достаточной компенсации. Ну и предполагается, что, опять же, наиболее богатый человек в местности, центральная фигура этой охоты, он будет какой-то вот распространенной филантропией там заниматься в обмен на вот это вот все. В общем, вот эти вот внутри охотничьи отношения, охотничьи клубы, специальные издания, газеты, которые выпускаются на эту тему, репутация в этом мире, как ее можно потерять, как ее можно приобрести, как какие-то там люди, не имеющие никакого общественного положения, наоборот, приобретают слабый авторитет, потому что они разбираются в лошадях. Лошадей все бесконечно перепродают друг другу. Поэтому одна из целей вот этого вот замечательного проезда и перепрыгивания через канавки состоит в том, чтобы показать свою лошадь в хорошем виде, и тогда, может быть, у тебя ее кто-нибудь купит. Это такой вот джентльменский, в общем, вид бизнеса, не постыдно. Так вот, охота – это одна из общих тем у Толстого и у Тролупа. И вот эти вот самые смело катающиеся женщины – это тоже, в общем, такие характерные Тролуповские персонажи.